Дмитрий Рогозин сообщил, что журналистов телеканала «Звезда» скоро освободят. К этому есть все предпосылки. Об этом вице-премьер написал в Твиттере. По его данным, оператор Андрей Сушенков и звукоинженер Антон Малышев, которых задержали еще в пятницу, сейчас находятся в Харьковской области. Сегодня утром в Киевском СБУ заявили, что журналисты живы и здоровы. Но об их местонахождении и сроках освобождения не сообщают. Накануне российский МИД осудил действия украинских властей в отношении журналистов. Посол России в Киеве Михаил Зурабов заявил, что нота МИД в связи с задержанием репортеров уже подготовлена. Руководство телеканала «Звезда» в свою очередь направило запрос в адрес нового президента Украины, а сотрудники телеканала записали видеообращение к зарубежным коллегам, призвали журналистов всего мира не позволять людям с оружием решать, о чем говорить. Водитель автомобиля, на котором съемочная группа «Звезды» ехала в Славянск, рассказал, как именно задерживали репортеров. Они сказали, что неправильные документы. То есть что-то непорядок у них с документами, типа будут выяснять дальше. Оборудование все забрали у меня с багажника. Когда отпускали меня, сняли мешок, сказали пересядь наперед, не включая света, не задавая лишних вопросов, просто едь. Аккредитованные при НАТО и Евросоюзе журналисты возмущены захватом съемочной группы телеканала «Звезда» на Украине. Об этом сообщает «Артас». Освободить репортеров призвали и в Международной федерации журналистов. Международная федерация журналистов решительно осуждает эту атаку на двух российских журналистов, которые, насколько мы понимаем, были задержаны украинскими спецслужбами. И только из-за того, что выполняли свою работу. Это неприемлемо. И должно быть прекращено. Мы призываем президента Украины Порошенко вмешаться в ситуацию и немедленно освободить российских журналистов. Его обязанность как главы государства гарантировать безопасность и соблюдение прав и свобод журналистов на всей территории Украины в соответствии с международными нормами. Тем более, если уж Украина стремится стать частью единой Европы.